Здравствуйте, Анна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Давайте сначала тоже проверим связь, как вы меня видите и слышите. Если все хорошо, нажмите, пожалуйста, в нижнем углу. Отлично, здорово, спасибо огромное. Можем тогда продолжать. Представлюсь, если кто не знаком со мной, меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей кликационной категории. И сегодня мы с вами поговорим о прищепках. Узнаем, как с их помощью можно организовать коррекционно развивающую работу с детьми дошкольного возраста. Информация, представленная мною, будет полезным специалистам дошкольных образовательных учреждений, воспитателям, логопедам, дефектологам, психологам и, конечно, родителям тоже будет интересно. До пяти лет ребенок строитель самого себя. Из чего бы то ни было, так отмечала автор технологии саморазвития Мария Монтессори. Она предлагала утончать детские способности для развития моторики и сенсорики при помощи повседневных материалов и домашних предметов. В работе с детьми по развитию мелкой моторики рук, обучению диалогической речи, сенсорному воспитанию, формированию пространственных представлений можно использовать разные предметы заместителя. Такие, например, как бельевые прищепки разного цвета, размера, формы. Прищепки могут быть пластмассовыми или могут быть деревянными. Извините, пожалуйста. То есть сделанные из разных материалов, могут быть разноцветными, декоративными. В магазинах товаров для флористики и рукоделия можно приобрести прищепки миниатюрные, можно даже гигантские. И в нашем быту много интересных предметов, которые привлекают внимание детей. Это ведь и пробки, это и крышки, это и пуговицы, игрушки из киндер-сюрпризов, различные пластмассовые бутылочки и прищепки. Для нас это необходимые вещи. А для ребенка они могут стать интересными игрушками, причем зачастую превосходящими по своим развивающим свойствам покупные аналоги. И впервые игры с деревянными бельевыми прищепками, которые можно было прикреплять к корзине с тонкими краями, использовала как раз Мария Монте-Сори, известный итальянский педагог. Но тогда эти предметы занимали незначительное место в ее педагогической системе. Что же изменилось сейчас? В настоящее время промышленность выпускает самые разнообразные прищепки, различающиеся величиной, материалом, широкой цветовой гаммой. Будет ли ребенку интересно? И на занятиях в свободное время прищепки превращаются в различных животных, птиц, помогая педагогам развивать мелкую моторику рук, развивая сенсорные, пространственные представления, коммуникацию, речь, воображение. Главная цель использования прищепок – это развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста. Игры с прищепками – это ведь развитие не только тонких движений пальцев, но и, по мнению Кольцовой, есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи, такой же, как артикуляционный аппарат. С точки зрения проекции руки, есть еще одна речевая зона мозга. Игры с прищепками – это отличная тренировка для пальчиков, ведь нужно затратить достаточно стараний, усилий, чтобы прикрепить ее, эту прищепку. Игры с прищепками хорошо развивают щепковой захват, способность перераспределять при вот этом щепковом хвате мышечный тонус. Обычные бельевые прищепки – это незамысловатый доступный материал, который есть у каждого в доме. А мелкая моторика – это основа для развития речи, памяти, мышления. И такие игры познакомят ребенка с окружающим миром, помогут интеллектуально развить его, развить чувство ритма, конструктивное мышление, а также логику мышления и речь. Игры с разноцветными прищепками очень интересны, разнообразны. Они не только развивают мелкую моторику, как я уже отметила, но и формируют представление о цвете, форме, величине, способствуют развитию ощущений собственных движений, стимулируют речевую активность детей. С помощью дидактических игр с прищепками можно изучать не только цвета, а также счет, алфавит, профессии, времена года, транспорт и вообще все, что угодно. Обычные бельевые прищепки – это превосходное развивающее пособие для детей. Воспитанники проявляют особый интерес к играм с разноцветными прищепками. Развитие личности ребенка, помним, происходит через игру, близкую и понятную ему. Прищепки лежат в разноцветных коробочках, контейнерах, в удобном для детей месте. Привлекают их внимание своей яркостью, необычностью, оригинальностью. Если прищепки прищепить к разноцветным кружкам, то получим самые разные цветы – ромашки, васильки, подсолнухи и так далее. Прикрепив к зеленому треугольнику, зеленые прищепки, мы можем с вами получить елочку. А можно получить красивых бабочек, стрекоз, прикрепив прищепки к разноцветным овалам. И фантазировать ведь здесь же можно бесконечно. Играя с ребенком, не нужно забывать сопровождать все эти действия речью. Игры с прищепками являются обучающими и познавательными. Разноцветные прищепки не только способны заинтересовать ребенка, мотивировать его выполнять различные задания, но и помогают дольше сохранять работоспособность ребенка. А еще же, играя с прищепками, дети советуются, обсуждают, радуются, если у них получается задуманное. Игры с прищепками доставляют радость и веселье абсолютно всем, особенно они полезны, если пальчики ребенка действуют неуверенно, неловко. И чтобы данный вид игр не оказался для детей скучным и утомительным занятием, то предлагается озвучивать действия с прищепками различными веселыми стихотворными текстами, сопровождать их разнообразными игровыми приемами. Игры с прищепками могут использоваться педагогами при реализации различных образовательных областей и социализация, здоровье, коммуникация, труд, познание. Очень важно заниматься, конечно, последовательно. Сначала удобная рука, потом неудобная рука, и потом обе руки. И переходим от простого к сложному. Развивая движение пальцев рук, мы тем самым способствуем развитию интеллектуальных и мыслительных процессов ребенка, становлению его речи. При выполнении игровых упражнений с прищепками решается несколько задач. Это и развитие мелкомоторики, как я уже отмечала, формирование и развитие математических представлений, восприятие цвета, формы, величины, количественных пространственных отношений, это развитие чувства ритма, развитие конструктивного мышления, формирование положительного настроя на совместную с взрослым работу. И опыт работы показал, что игры с прищепками вполне могут занять почетное место на полке среди других игрушек. Они вызывают у детей большой интерес и способствуют обогащению их бытового и практического опыта. И давайте разберемся, с какого же возраста можно начинать играть в такие игры. С двух лет вначале стоит ребенка научить прищеплять прищепки, потом постепенно уже добавлять игровые элементы. И в возрасте трех-четырех лет можно играющего уже с помощью прищепок выучить цвета. В четыре-пять лет при помощи игр с прищепками можно изучать уже профессии, времена года и так далее. В пять-шесть лет с помощью таких игр уже легче запомнить счет и алфавит. Еще тоже часто вопрос бывает, как же выбрать прищепки. Конечно, можно использовать прищепки, которые мы найдем дома. Если вы хотите играть в разные игры с прищепками, то необходимо купить несколько упаковок. Так как прищепки не являются товарами для детей, то следует здесь все-таки ответственно отнестись к их покупке. Есть несколько важных факторов, на которые необходимо обратить внимание при выборе прищепок. Итак, прищепки не должны быть слишком тугими, чтобы малыш мог свободно их прикрепить и открепить. Они должны быть крепкими, чтобы не сломались во время использования. И важным критерием также является цвет, который не должен быть ядовито ярким. И еще обращаем внимание на то, чтобы отсутствовал запах. В зависимости от цели необходимо подбирать разные прищепки. Для игры, например, в рыбалку подойдут прищепки с металлическими кольцами. Для театра деревянные прищепки с плоской поверхностью, на которую легко будет прикрепить шаблоны из бумаги. Об этих играх я еще расскажу сегодня, чуть позже. И есть еще также требования к проведению игр с прищепками. Какие это требования? Перед игрой показать детям, которые не пользовались ранее прищепками, принцип работы с ними. Объяснить правила пользования прищепками. Перед работой с ними можно провести подготовительные упражнения. Поиграть с пальчиками. Различные пальчиковые упражнения. И опять же, при проведении игр важна последовательность. Идем от простого к сложному. Не следует ожидать немедленных результатов, так как автоматизация навыка вызывается многократным его повторением, если задача образовательная. Не давайте ребенку готовых образцов. Побуждайте ребенка к действию с помощью поисковых навыков. Игры, опять же, должны проводиться по желанию ребенка, на положительном эмоциональном фоне. Приобщая ребенка к играм, мотивируйте его на интересное задание. Загадки, стихи, выполнение которого способствует развитию самостоятельности, ручной умелости. Никогда не начинайте игры, если ребенок неважно себя чувствует или увлечен своей игрой. Также не допускается переутомление в игре, которое может в итоге привести к негативизму. И соблюдаем технику безопасности с мелкими предметами. Существует несколько разновидностей игр с прищепками. И в ходе подготовительного этапа педагог показывает детям прищепки, рассказывает об их предназначении в быту. Ребятам предлагается взять прищепки в руки, рассмотреть их внимательно, поиграть с ними. Взрослый показывает каждому малышу, как удерживая тремя пальцами прищепку, можно прикрепить ее к краю небольшой картонной или пластмассовой коробки. И сопровождать можно свои действия словами. Конечно, как вариант я сейчас предложу, вы можете использовать что-то свое. В качестве примера. Наша мамочка устала, всю одежду постирала. Милой маме помогу, все прищепки соберу. Затем ребенку следует показать, как прищепка может открыть и закрыть свой ротик. Для этого, удерживая прищепку в горизонтальном положении, большим и указательным пальцами, раскрываем ее. И в этот момент локоть у нас опирается на поверхность стола. Далее педагог предлагает малышу самостоятельно помочь прищепке раскрыть и закрыть свой ротик. При возникающих затруднениях взрослый сжимает пальчики ребенка, обращая внимание малыша на то, что нужно сильно нажать, чтобы ротик прищепке раскрылся. Далее прищепка превращается во что-нибудь или в кого-нибудь. Волка, например, педагог, а затем и ребенок ритмично открывает, закрывает вот эту волчью пасть. Проговаривать текст тоже можно. Какой? Серый волк зубами щелк, не боимся тебя, волк. Или можно даже смастерить вот такую акулу, поиграть с ней. Пример перед вами на экране. Напоминаю, что презентация доступна для скачивания, поэтому я не буду здесь надолго останавливаться. Вы скачаете и воспользуетесь тогда этим материалом. На самом деле, конечно же, вариантов может быть много. Тоже в качестве примера, когда ребенок уже научился пользоваться прищепками, постепенно вводите в игру дополнительные элементы в зависимости от возраста ребенка. И чтобы игра была интересной для ребенка, можно прикреплять прищепки по тематике. Например, лучики к солнцу, иголки к ежику, лепестки к цветку, ушки к голове зайчика. И для этого нужно, соответственно, сделать заготовки. Солнца, ежика, цветка, зайчика на картонной основе. Я еще, знаете, что делаю? Чтобы на дольше время хватило, я их ламинирую. Очень удобно, не пачкается, так не заламывается. И для многократного использования самое то. При этом игровую деятельность можно сопровождать также стихотворными текстами. Вот, например, елочка. Дети получают по коричневому узкому прямоугольнику из картона или пластика. Это будет ствол, елочки и несколько пар прищепок зеленого цвета. Произнося текст, они ритмично прикрепляют прищепки к прямоугольнику с обеих сторон. Елочка, елочка, колки, иголочки, веточки пушистые, шишечки смолистые. Это текст Натальи Владимировна Валентиновна Нищевой. Презентацию можно скачать в правом верхнем углу. Есть такой, как документ. Еще в конце занятия Татьяна Викторовна более подробно расскажет все эти технические моменты. Хорошо? Потому что я могу где-то что-то упустить, какой-то момент. Хорошо? Поэтому в конце вебинара Татьяна Викторовна еще раз обозначит. Или игра «Солнышко». Дети получают по желтому кругу из картона или пластика желтого цвета. Еще можно использовать также одноразовые тарелки. Спасибо, благодарю. Отлично. Одноразовые тарелки тоже прекрасно идут. Набор прищепок желтого цвета. И произнося... Вот, спасибо огромное. Произнося текст, ритмично прикрепляют прищепки по кругу. И что можно проговаривать? Есть у тарелки круглое донце. Похоже тарелка на желтое солнце. Лучики солнышком сделаю я. Вот и девица мама моя. Или упражнение «Ежик». Как вариант, дети отгадывают загадку, получают плоскостное изображение ежа без иголок и комплект серых прищепок. Произнося текст, ритмично прикрепляют прищепки к плоскостному изображению. Кто фырчит под лапой елки? Растопырились иголки? Быстро листья тащит в норку? Делает в лесу уборку. Когда дети научатся надевать и снимать прищепки, можно предложить им различные игры-задания. Например, для маленьких игра «Найди прищепку». Надо попросить ребенка, чтобы он вышел из комнаты или закрыл глаза и не видел, что вы делаете. Убедитесь, что ребенок не подсматривает. Развесьте прищепки по разным местам в групповой комнате или вообще в комнате, если родители нас смотрят. Например, на штура можно повесить на игрушки, на мебель и так далее. Обращайте, опять же, здесь внимание, чтобы ребенку было удобно дотянуться до прищепки, которую он найдет. Потом попросите ребенка найти все прищепки, сложить их в коробочку или в корзинку. И как только ребенок находит прищепку, важно похвалить его. Если не удается, то тогда подбадриваем. И сейчас хотела бы еще продемонстрировать вашему вниманию упражнения для развития мелкой моторики с речевым сопровождением. Хотя все игры с прищепками, они как раз и направлены на развитие мелкой моторики. Ну, дальше пойдем по направлениям. Итак, исходное положение для каждого упражнения это согнутая в локте рука стоит на столе. Помню, да, уже рассказывала. Прищепка удерживается указательным и большим пальцами параллельно столешнице. И ритмичное открывание и закрывание прищепки по ходу проговаривания текста. Тоже в качестве примера. Лиса. Хитрая полутовка, рыжая головка. Ротик открывает, зайчиков пугает. Или крокодил. В зоопарке воробей пообедал у зверей, а зубастый крокодил чуть его не проглотил. Или гусь. Га-га-га, га-га-га, гогочит гусь, я семьей своей горжусь. Еще игра «Разговор животных». В этих упражнениях дети последовательно открывают до упора и закрывают прищепки в обеих руках в сопровождении чтения стишков. Двое маленьких голчат. Целый день в гнезде кричат, открывают рты голчата, потому что есть хотят. Что за звуки у пруда? Ква-су, квасу, нам сюда. Ква-су, квасу, просто кваши. Надоела нам вода. Подойдут другие четверостиши, тоже. Это просто в качестве примера, то, что используем. Или еще, например, игра «Поможем маме». Для игры необходимо оборудование. Тазик с кукольной одеждой, можно подготовить бумажную одежду. Вспомните наше детство, когда мы одевали наших бумажных кукол. Что еще? Натянутая веревка и прищепки. Ребенок развешивает белье. И при этом действия сопровождаются словами. Нашей маме помогали, всю одежду постирали. Надо все теперь сушить, на прищепке зацепить. Извините, что не такое, долго разговариваю. И так, что еще? Еще игра, например, бусы. Прищепки можно еще нанизывать на шнурок. И получаются красивые бусы. Усложняем задание. Предлагаем ребенку чередовать прищепки по цвету. также с помощью прищепок мы можем осуществлять массаж пальцев рук. И целители Древнего Востока знали, что на поверхности тела человека несколько сотен биологически активных точек и зон. Известно, что управлять своим здоровьем можно при помощи стимуляции биологически активных точек на ладонях и пальцах рук. Издревле восточные врачи воздействовали на эти точки, улучшая состояние организма. И каждому органу соответствует точка на ладони или на ступне. Самолечение стимуляторами основано на утверждении, что воздействие на точку соответствия равносильно воздействию на больной орган. И воздействуя на них с помощью прищепок и других средств можно регулировать работу всех органов. А если еще подключить веселые стихотворения, то мы же еще развиваем и речь, а еще развиваем память и поднимаем настроение себе и нашим деткам. Тоже в качестве примера. Я сейчас зачитаю стихотворение, а потом расскажу, что мы делаем. Мы веселые прищепки, коль поймаем, держим крепко. Раз, два, три, четыре, пять, прищепки будем мы катать. И прищепка лежит на левой руке, любуемся ею, покачиваем головой вправо-влево. Так, можно так, без разницы. Накрываем правой рукой прищепку и прокатываем между ладонями. Еще, что, большой пальчик мы поймаем и немного покачаем. Ловим прищепкой большой палец левой руки и качаем пальчик с прищепками. Покачали. Дальше, указательный поймаем и немного покачаем. Аналогично с указательным пальцем мы потом качаем. Средний пальчик мы поймаем и немного покачаем. То же самое делаем. Безымянный мы поймаем и немного покачаем. И мизинец мы поймаем и немного покачаем. А дальше, раз, два, три, четыре, пять прищепки будем мы катать. Теперь уже прищепка лежит на правой руке, накрываем ее левой и прокатываем между ладонями, затем выполняем уже аналогичные действия, но уже с правой рукой. Пощепляем каждому пальцу и качаем каждым пальцем. Заканчиваем мы эту игру словами 1, 2, 3, 4, 5. Мы закончили играть. Пальчики свои встряхни и немного отдохни. Соединяем поочередно пальцы обеих рук уже без прищепок и затем встряхиваем руками, закрываем глаза и отдыхаем. Еще вариант. Белевой прищепкой на ударные слоги стихотворения поочередно кусаем ногтевые фаланги от указательного к мизинцу и обратно. И после каждого, ну как вариант, тут густищая смена рук идет. В качестве примера. Кусается сильно котенок-глупыш. Он думает, это не палец, а мышь. Ну я же играю с тобою, малыш, а будешь кусаться, скажу тебе кыш. Еще хотела бы рассказать о сенсорных игровых упражнениях с использованием прищепок. Итак, вначале используем прищепки одного цвета. Учим детей подбирать нужные прищепки одного цвета. Развиваем, опять же, здесь мелкую моторику, тактильные ощущения. И вариант игры какой? Педагог предлагает ребенку сделать ежику колючки, вот то, что я ранее озвучивала. Учат нажимать пальчиками на прищепку, чтобы она открывалась. Когда ребенок закончит выполнять задание, то надо его спросить, прищепки какого цвета он использовал. Я иду от простого к сложному. Хорошо? Начинаем от двух лет. Вот то, что я рассказывала в начале нашего вебинара. Если не с самого начала смотрите, тогда вебинар будет в записи, посмотрите. Хорошо? Я там обозначала, с какого возраста и в каком возрасте что мы делаем. Чтобы мы уже не возвращались, не тратили время. Дошкольный возраст. Идем от простого к сложному. Дальше, что еще здесь. Когда ребенок закончил выполнять упражнение, то спрашиваем, какого цвета прищепки он использовал. Затем предлагаем снять прищепки, проследив, чтобы ребенок снова делал нажим на прищепку и открывал ее. Следующая игра. Цветные коробки. На боковые части или дно однотипных картонных коробочек приклеиваются цветные кружки. Используются прищепки четырех основных цветов. Малышу предлагается прикрепить к краям каждой коробки прищепки соответствующего цвета. Позже можно внести элемент соревнования. И кроме того, можно предложить эту игру нескольким детям, например, четверо детей. Каждый ребенок выбирает и прикрепляет к краю соответствующей коробки прищепку того цвета, который ему назвал педагог. Тоже в качестве примера. На донышке коробки огонек горит. Как брать прищепки? Он нам говорит. Ты выбирай, не путай, внимательно смотри. Такую же по цвету прищепку прикрепи. И вариант еще этой игры сказочный домик. Возьмите обычную коробку. На каждую сторону наклейте разную цветную бумагу. Расскажите ребенку о том, что это не коробочка, а сказочный домик, где каждая комната окрашена в свой цвет. А прищепки это наши человечки, которые живут в домике. Они вышли погулять на улицу и забыли, где живут. Помогите им найти свои комнаты. Можно усложнить и нарисовать цифры на каждой стороне коробочки и попросить ребенка прикрепить такое количество прищепок, которое соответствует нарисованной вами цифре. А когда ребенок устанет играть, то пусть он побросает прищепки внутрь коробки домика. Человечки тогда просто пошли спать. Закрываем и можно потрясти, еще послушать, как гремят прищепки. Еще игра. Выстроим заборчики. И в игре для детей используются прищепки четырех цветов и соответствующего цвета картонные полоски. Малыш делает, скажем так, штакетник, цепляя прищепки к картонке, подходящей по цвету. Можно усложнить задание, чередуя прищепки. Игра зубастики. Это упражнение направлено на сличение предметов по цвету и закрепление названия основных цветов. Нам понадобятся четыре прищепки основных цветов, силуэты из цветного картона, такие как можно взять помидор, груша, слива, огурец. И предлагаем ребенку, проговариваем. Жили-были разнообразные зубастики. Какого они цвета? Красные, желтые, синие, зеленые. Зубастики любили все грызть. Но каждый зубастик выбирал только предметы своего цвета. Красный зубастик ест помидор. Желтый за грушей полез за забор. Синий ест сливу. Вот молодец! Зеленый зубастик ест огурец. Ребенок угощает зубастиков. Или еще игра формы и фигуры. В карточке нам понадобятся сектора с изображением фигур и форм. Цветные, бельевые прищепки с изображением предметов. И здесь мы развиваем связанную речь, закрепляем знания геометрических фигур, развиваем воображение. Дети подбирают каждому сектору изображение предметов, повторяющего данную форму или фигуру. С помощью прищепок можно разыгрывать целые сказки. И цель здесь опять же развитие мелкомоторики, закрепление сенсорных навыков, пространственных представлений, развитие мышления, внимания, воображения, речи. И можно детям тоже как вариант предложить следующий текст. Много сказок есть на свете. Сказки любят все-все дети. Сказки учат нас добру, уму-разуму, труду. Учат дружбой дорожить и вообще как надо жить. Предлагаю вам, ребята, в сказочку отправиться. Мне эта затея очень даже нравится. Игра предлагается на лесной полянке. Ну, теперь нам всем туда. Ой, а тут беда. Посмотрите-ка сюда. Растеряли елки все свои иголки. Стали наши елки ну совсем не колки. И березки рядышком погрустнели, потому что веточки их опустили. Помощь наша им нужна. Приступайте, детвора. Дети приделывают елочкам иголочки, делятся в листочки. Вот сюда теперь идите. Проходите. Не спешите. И внимательно глядите. Что же здесь? А здесь кружочки. А ведь были тут цветочки. Но попрятали цветки, все цветные лепестки. Солнышко свои лучи потеряло в тучке. Надо лучики ему прицепить по штучке. И когда оно опять будет землю освещать на полянке, все цветы вновь раскроют лепестки. Дети получают лучики, делают лучики солнышком. Вот такое солнышко получилось. Посмотрела солнышко, удивилась. На полянке пустой, не цветочка. Все цветочки спят, словно ночка. Что же делать? Как нам быть? Как цветочки разбудить? Как полянку оживить? Как тут нужно поступить? И дети делают лепестки цветка. Далее. Вот полянка расцвела, насекомых привлекла. Только что-то здесь не так. У нас опять нуждаются. Не ползти, полететь у них не получается. Ну, ребята, помогите. Помогайте насекомых, выручайте. И дети разбирают насекомых, доделывают им крылья, лапки, тому, что нужно. Молодцы, управились. И с бедой вы справились. Вы знаете, вебинар будет доступен в записи, поэтому вы можете просто потом переписать, если сейчас не успели. И спасибо огромное. Очень рада, что полезно. Игры с прищепками на развитие творческого воображения. С этой целью можно использовать прищепки в качестве конструктора. Соберитесь с прищепок, например, робота. Благодарю. Или самолет, олени и так далее. Тут тоже вот на что хватит фантазии. Как пример перед вами на экране. Далее. Игры с прищепками на развитие конструктивного мышления с помощью прищепок. Игра, например, веревочка. Привязать между двумя стульями веревку до одного метра. Берем, не надо, длиннее. Дети по показу нанизывают прищепки одного размера на веревку средней толщины. Усложнение. Дети действуют только по словесной инструкции. Можно изменять толщину, длину веревки. Изменить размер прищепок. Надевать прищепки только левой рукой. Какие здесь варианты могут быть еще? Кто больше нанижет прищепок за одну, например, минуту, за две минуты, за три минуты. Или, например, пока играет музыка. Вот, ага, благодарю. Или еще вариант. Кто быстрее наденет десять прищепок. Три прищепки. Тут уже смотрите по своим детям. Да, какие навыки уже есть, какие можно отрабатывать. Что еще? Надень прищепки в следующей последовательности. Озвучиваем красное, синее, желтое. Или продолжим цепочку из прищепок. Большая, средняя, маленькая. И так далее. Надевай прищепки так. Одну левой рукой, а вторую правой. И так далее. Повесь на прищепки платочки или ленточки, или флажки. Надень большие прищепки на толстую веревку, а маленькие на тонкую. И так далее. То есть здесь тоже вы варьируете. Еще вариант. Украсим коробочку. Дети по инструкции надевают прищепки на верхние края коробки. Усложнение. Использовать прищепки разного размера, цвета, оформления. Коробки могут быть разного размера. Дети могут работать неудобно рукой. И варианты игры здесь. Варианты, точнее, задания в игре коробочка. Надень на каждую сторону коробки по 3, 4, 5 одинаковых прищепки. Что еще? Надень на каждую сторону коробки по 2, 3, 4 и так далее. Прищепки разного цвета. Надень на каждую сторону коробки по 3 прищепки по порядку. Большую, среднюю, маленькую. У нас на нашем канале YouTube, Директ Академия, вы можете найти все наши записи, записи наших вебинаров. Поэтому не переживайте. Все в доступе. И также еще Датьяна Викторовна озвучит. Есть группа у нас в ВКонтакте. Вы также можете смотреть и в этой группе. Следующее у нас с вами. Развитие внимания памяти с помощью прищепок. Например, упражнение «Посмотри, запомни». Все. Читаю. И говорю не то, что нужно. «Посмотри, запомни». На край прямоугольного листа картона или ДВП, расположенного вертикально, надеваются от 3 до 8 прищепок с изображением каких-то конкретных предметов. Ну, что здесь может быть? Сердечко может быть, лягушка, флажога и так далее. Без разницы. Ребенку дается инструкция. «Посмотри, назови предметы на прищепках по порядку и запомни». Затем прищепки убираются, и ребенок по памяти надевает прищепки в такой же последовательности. Можно использовать прищепки с изображением геометрических абстрактных фигур. Или, например, еще игра «Чего не стало». На край листа картона или ДВП ребенок надевает несколько прищепок. 3, 4, 5, 6 прищепки, и к ним, к этим прищепкам, прикреплены картинки предметов. Далее предлагается ребенку закрыть глаза, и убирается одна прищепка. Ребенок называет, с каким предметом пропала прищепка. Ищет потом среди изобилия и прикрепляет на место. Затем убирает другую, не меняя первоначально последовательность прищепок. Можно использовать прищепки с изображением еще также цифр, геометрических фигур. То есть вы тоже здесь можете варьировать. Или игра «Что изменилось?». По тому же принципу работаем. Ребенок надевает на край листа картона или ДВП 3, 4, 5, 6. Постепенно увеличивайте количество. Не нужно брать сразу большое, например, 6 прищепок. Возьмите и начните с трех. Когда уже отработаете, тогда увеличивайте количество. Итак, тоже прищепки прищепляются с прикрепленными к ним изображениями различных предметов. Символических фигур. Ребенок должен посмотреть и запомнить предлагаемый ряд. Закрывает глаза. Дальше. Взрослый меняет местами две прищепки. Малыш восстанавливает первоначальный ряд. Можно не меняя добавить одну прищепку или убрать две прищепки или не менять вообще ничего. Тоже как вариант. Пространственные представления мы тоже с вами можем развивать с помощью прищепок. Дело в том, что довольно часто дошкольники испытывают трудности при овладении пространственными представлениями. Некоторые детям плохо ориентируются как в схеме собственного тела, так и на плоскости. Как показала практика, при ознакомлении со схемой тела эффективно использовать прищепки в качестве вот такой материальной опоры, обозначающей такие абстрактные понятия, как право-лево. Каждому ребенку предлагается яркая прищепка, которая прикрепляется им, пусть будет сначала к правому рукаву одежды. Эта прищепка служит для дошкольника зрительным напоминанием при выполнении заданий, требующих определения правой и левой стороны собственного тела, а позже правой и левой стороны листа бумаги, плоскости. Тоже здесь можно двустише такое использовать. У тебя на рукаве огонек горит, это правая рука, он нам говорит. И следующие дидактические игры с использованием прищепок окажут неоценимую помощь в данном направлении педагогической работы. Например, игра «Слон или собака». Формируем представление право-лево. Нам понадобятся две крупные игрушки и прищепки по количеству детей. Взрослый прикрепляет одной половине детей прищепку к правому рукаву одежды, а другой половине к левой. Затем сажает на два стула крупные игрушки. Например, слон и собака. И сообщает детям, что слон собирает в свою команду тех, у кого прищепка на левой стороне, а собака, например, у кого на правой. И по сигналу взрослого, это может быть звон колокольчик или удар бубен. Дети встают друг за другом к стуле с игрушками. Затем слон и собака проверяют, ну понятно, проверяют в кавычках, не перепутали ли кто-то из ребят свою колонну. Не перепутали колонну. Что еще? Очередование прищепок по цвету. Здесь учим детей чередовать прищепки двух цветов, развивая мелкую моторику рук. Понадобятся, ну пусть, например, прищепки желтого и оранжевого цвета, как вариант. Поднос и заготовка солнышка. Сначала педагог предлагает детям рассмотреть солнышко, у которого уже есть лучики с чередующимися прищепками двух цветов. Предлагает найти закономерность и продолжит составлять лучики в определенном порядке. Это позволяет не только развивать мелкую моторику рук, а также восприятие, внимание, память и мышление. Затем задание усложняется. Дети следуют уже словесной инструкции взрослого. Можно предложить детям найти и исправить ошибку, которую допустил какой-нибудь персонаж. Ну, например, незналька. Еще игра «Волшебный ряд». Ребенок надевает на верхний край листа картон или ДВП, лист закреплен вертикально, надевает 10 прищепок с изображением конкретных предметов. Здесь могут быть цифры, могут быть геометрические формы. Называет предметы, изображенные на прищепках. И выполняет инструкцию. Например, предлагаем ребенку, чтобы он дал взрослому прищепку, которая находится слева от флажка или справа от цветка. Или еще тоже «Дай четвертую» или «Вторую» или «Пятую» прищепку. А еще здесь можно усложнить слева от чего-то. Например, вторую прищепку слева от флажка. Вот таким образом. Но опять же, переходим к варианту усложнения, только когда предыдущий вариант был отработан. Все вы это знаете. Игра. Дальше. Благодарю. Сделай сам. Ребенку предлагается надеть на край листа картона три прищепки с изображением конкретных предметов на расстоянии друг от друга. И далее мы предлагаем ребенку, даем ему прищепку и предлагаем выполнить инструкцию. Надень эту прищепку слева от. Или надень эту прищепку справа от. Надень эту прищепку между. И так далее. Еще игра «Скажи сам». Ребенок надевает 10 прищепок с изображением. Аналогично все действие, только что мы просим ребенка озвучить самостоятельно. Например, говорим, где находится флажок. Флажок находится, ну пусть будет, слева от цветка и справа от сердечка. И так далее. С помощью прищепок мы можем с вами обогащать словарный запас и активизировать его. Игры с прищепками очень здесь как раз помогут. Взрослый, как вариант, читает стихотворение. Ребенок в соответствии с его ритмическим рисунком открывает и закрывает прищепки, имитируя тем самым диалог стихотворных персонажей. Например, упражнение «Собака и щенок». Гав-гав-гав, собака лает, мой сыночек подрастает. Гав-гав-гав, щенок сказал и за котенком побежал. Или еще кошка и котенок. Мяу-мяу, где мой крошка? Кто мяукает так? Кошка. А котенок ей в ответ. Мяу-мама, где обед? Обогащение словарного запаса способствует также игры «Кто чем питается?», кому что нужно для работы, что растет в огороде, а что в саду и так далее. Или вот, например, игра «Кто что ест?». Представляет собой игра «Круг», разделенный на сектора, ну пусть будет 12, например, как вариант частей. И в каждом секторе круга изображена типичная еда для животных, мордочки которых вы предварительно вырезаете и приклеиваете к прищепкам. И предлагаем малышу накормить животных. Смотрим, например, собака, да, на прищепке собака. Мордочка собаки изображена. Ищем на круге сектора с теми продуктами питания, которыми питается собака. И предлагаем ребенку соединить прищепку собакой с той едой, которую ест эта собака. Да, вот в таком формате. Ребенок кормит животных. Или, например, отрабатываем лексическую тему «осень». На фигуры овощей, свеклы, лука, что там еще, моркови, крепим прищепки зеленого цвета. Это будет ботва. И проговариваем. Урожай мы собирали и ботву всю оборвали. Мы листочки прикрепляем, сразу овощи узнаем. Игра «Живая и неживая природа». Предложите ребенку красными прищепками отметить картинки живой природы, а синими, например, с неживой. Усложняя, выбираем картинки, сделанные руками человека. Или лексическая тема «птица». Подобным образом отмечаем одним цветом зимующих птиц, другим перелетных. Или птиц, которые умеют летать с желтыми прищепками, отмечаем, а не летающих птиц, например, с зелеными. Ну, это тоже как вариант. Игра «Загадки». Подберите заранее загадки о тех предметах, которые находятся на вашем дидактическом круге. Загадывайте ребенку загадку, и прищепкой малыш должен прикрепить правильный ответ. Ну, поскольку все-таки я логопед, в первую очередь, и для многих логопедов, да не для многих, для всех актуальна будет автоматизация звуков с помощью прищепок, поэтому тоже не могу обойти внимание. Педагог выкладывает на столе поле круг и прищепки с картинками. Ребенок берет прищепку с предметной картинкой, называет ее и прикрепляет на круг. Взрослый следит за четкой и правильной речью ребенка. Также можно параллельно с проговариванием и прикреплением прищепок с картинками добавлять и другие игры на развитие речи ребенка. Четвертый лишний, один много, все вы эти игры знаете, скажи ласково, чего не стало. Угадай-ка, когда взрослый называет слово действие, а ребенок подбирает к нему подходящую картинку, прищепку, точнее, с картинкой. И то же самое можно проделать и с подбором слов-признаков. Просим еще также у ребенка проговорить чистоговорку. И белевой прищепкой поочередно кусаем ногтевые фаланги. От указательного идем к мизинцу и обратно на ударные слоги чистоговорки. Ла-ла-ла, ко мне летит пчела. Или лы-лы-лы, жало у пчелы. И так далее. Аналогичным образом автоматизируем и другие звуки. Фономатические процессы, звукобуквенный анализ мы тоже с вами можем развивать с помощью прищепок. Предложите малышу прикрепить прищепки синего цвета к тем картинкам, которые, например, начинаются на звук «м», например. Или найти картинки, в которых заданный звук находится в середине или в конце слова. С другими звуками аналогично работаем. Звуковые домики. Здесь нужно взять три листа плотного картона. Красный, синий, зеленый. Вырежьте из них домики. В красном домике будут жить прищепки красного цвета, в синем домике синего цвета прищепки, а в зеленом – зеленого. И предложите ребенку с помощью разноцветных прищепок изобразить звуковые схемы слогов, слов, комментируя при этом свои действия. Например, в слове «код» три звука. Первый звук «к», согласный твердой, глухой, я отмечу его синей прищепкой. Второй звук «о», гласный, я отмечу его красной прищепкой. Третий звук «т», согласный, твердой, глухой, я отмечу его синей прищепкой. Вот в таком формате. Буквы и слоги. Отмечаем слова, состоящие из одного слога красными прищепками. Из двух слогов синим. Можно на карточке написать различные слоги, составлять из них слова, отмечая также их прищепками. Вот в таком формате. Грамматический строй речи мы тоже можем с вами развивать с помощью прищепок. Частично уже говорила, когда рассказывала об автоматизации звуков, используем игры один много, чего не стало. Например, у медведя чего нет, хвоста, да, как вариант, нет, у зайчика чего нет, у шеи нет и так далее. Или назови ласково, прикрепляем мы и просим ребенка назвать предмет ласково, стол, столик и так далее. Связную речь тоже можем развивать с помощью прищепок. Разыгрываем здесь с помощью прищепок различные сценки. Используя сказочных персонажей с прищепок, можно превратить рассказывание сказки, стихотворение рассказа в настоящую игру драматизацию. И одной из разновидностей театрализованной деятельности является театр на прищепках. И здесь игра полностью зависит от вашей фантазии. Ничего такого сложного, чтобы играть в такой театр не нужно. Опять же, те же самые прищепки различного цвета. И можем вырезать, наклеить фигуру, силуэт героев и далее разыгрывать. И можем также мы с помощью прищепки обучать письму. Вот такой пистолет, как на экране на фотографии, с ручкой зажатой в прищепке, помогает запомнить правильное положение пальцев при письме. Русский язык, это уже, конечно же, для детей, хоть и у нас обозначено, что в наш школьном образовательном учреждении, но можем иметь в виду, использовать при изучении русского языка на экране карточки со словами. И я эти карточки распечатаю, опять же, тоже ламинирую. К прищепкам приклеиваю буквы. И дальше с карточками можно читать слова, можно подбирать пропущенные буквы, можно делать звукобуквенный анализ, можно из слов составлять предложения, можно к словам подбирать прилагательные, можно еще и переписывать эти слова. Все, что придумаете на самом деле. Математические представления тоже можно развивать с помощью прищепок. Разного цвета и, как вариант, цветной круг. В игре предназначены для детей 4-5 лет, закрепляются основные промежуточные цвета и одновременно знания цифр и счета. Если не удается подобрать прищепки по цвету, можно на деревянные изделия наклеить полоски соответствующих цветов. Казалось бы, вот как можно играть в подвижные игры с помощью прищепок? Тоже, как вариант, озвучу. Их много на самом деле. Количество игроков от 5 до 15. Дайте каждому играющему 5 прищепок. И смысл в том, чтобы избавиться от этих щипающих предметов. Это можно сделать только прицепив прищепки на кого-то другого. На его одежду, на обувь или волосы. И по команде ведущего все начинают бегать, цеплять прищепки друг на друга. При этом надо ловко как-то увернуться еще, чтобы самому не стать вот таким прищепочным деревом. Если прищепка упала, хозяин должен ее поднять. Нельзя снимать с себя прищепки. Кто первый избавится от своих прищепок, тот главный победитель. Играют до тех пор, пока не определятся несколько победителей. И опять же, это лишь несколько, некоторые, точнее, игры с использованием прищепок. В рассылке вы можете скачать шаблоны игр. Сейчас еще Татьяна Викторовна продублирует чуть позже ссылку. Вы можете скачать Яндекс.Диск. И там больше представлено шаблонов для игр. Главная цель использования прищепок в игре – это развитие тонких движений пальчиков. А это благотворно влияет на речевую зону мозга. Поэтому играйте с детьми, развивайте их, демонстрируйте им все, что только вы можете. Исключительно в этом случае можно все, полноценно можно развить малыша. Фантазируйте вместе с ребенком, и вы получите не меньше удовольствия от игр, чем малыш. Спасибо вам за внимание. Огромная благодарность за ваши чудесные отзывы. Если есть вопросы, то задайте их. Интересно, если не скачивается. Благодарю. Сейчас, может быть, Татьяна Викторовна подскажет, как это правильно сделать. Если не скачалось. Вообще все должно скачиваться. Это, видимо, какие-то индивидуальные такие моменты, связанные с вашим гаджетом. Благодарю вас еще раз за внимание, за прекрасные отзывы. Ждем вас на наших вебинарах. Если есть какие-то пожелания по поводу тем, которые вы хотели бы, чтобы мы озвучили на наших ближайших вебинарах, то напишите, пожалуйста, в комментарии. Будем иметь в виду при планировании вебинаров. Еще раз спасибо. До свидания. И до новых встреч. Благодарю еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok